Давайте перейдем сейчас к следующей задаче, которая тоже про симметрию, на самом деле она тоже про поворот на 90 градусов. Взяли шахматную доску. Опять взяли шахматную доску, самую обычную. 8 на 8. Это вы сейчас увидите, как опять. Никаких коней сейчас не будет. Из этой шахматной доски две клеточки. Вот этой клетки не стало, и вот этой клетки не стало. А вместо них появились вот эти вот две клеточки. То есть доска в каком-то смысле стала с ножками. Поняли идея? К шахматной доске добавили две клетки, так как это нарисовано. Разрежьте эту доску на две части. Заметьте, пожалуйста, на две части. Всего лишь на две. И сложите из этих частей полную доску размером 8 на 8. Такую вот схема. Именно такую фигуру. Разрезать на две части. Одинаковые? Нет, никто не говорит, что одинаковые. Таким образом, чтобы из этих двух частей можно было сложить доску 8 на 8. Здесь и знают, скажи. Скажи. Кто там пишет, что знают? Проходи, скажи. Решение очень просто. Надо отделить вот в пятерке. Да. Дверь фигуру вот здесь. Да. И поставить на тему. Значит, господа, вы можете учиться во втором классе, можете учиться в третьем. Но разницу между числом 2 и числом 3 вы знать должны. Если вам говорят разрезать на две части, то не надо тянуть руку. Надо сначала подумать, чем отличается число 2 от числа 3. Если бы задача была разрезать на три части, то предложенное нам решение было бы абсолютно правильно. Просят разрезать на сколько? На две. Ножное разрезание на три куска, на две отдельные клетки и все остальное. Разумеется, не годится. Работает? Да? Кактинка есть? Скажи мне. Можно посередине так разрезать? Угу. Разрезать посередине. И что дальше делать? И когда все будет? Доска не будет 8 на 8. Просят, чтобы после передвижения получилась бы фигура 8 кветок на 8 кветок. Полный квадрат. Да, пожалуйста. Выходи. Все можно. Только надо выйти с доски и показать разрезание. Отлично. Понятно. То есть, вы предлагаете так вот, да, делать? Ну, на самом деле, что дальше-то будет? Как, конечно, разойдется по этой вашей линии разреза? Кстати, вы не вполне зеркально отразили, потому что здесь две клетки пропущены, а у вас одна. Наверное, вы хотели не так, да? Да. Мы хотели вот такую линию разрезать. Так, так, так. Эту хотел. Вот. Хорошо. И что мы дальше сделаем? Вот так вырежем и перевернем. Вот эти остались. Знаете, у нас была Шимура. Муроски остались. Остались те же самые. Там тоже еще остались. О, конечно, можно. Пожалуйста. Остались в точности те же самые ручки. Понятно. Но тогда получится доска 6 на 8. И клетки будут накладываться друг на друга. Следующий. Громче только. Да. Да. Отлично. А там-то дверечки будут? Ты в одном месте их убрал, но не в другом. Да, пожалуйста, вы. Да. Да. Угу. Да. Да. И что дальше? Господа, а мы взяли просто в тетради это все нарисовали и посмотрели. Потому что пока вы тянете руки, но никто из вас даже не начал решать задачу. Математика, это нам достаточно разумно. Нет, это будет. Ребята, рисуем в тетради. А еще лучше вырезаем прямо из бумаги, ребята. Потому что пока вы просто так вот проводите линию, ничего толкового не может. Работает. Подсказка. В этой задаче поворот на 90 градусов используется. То есть... 90 градусов не так вынимаете? Вот так. Поворот на 90 градусов. То есть надо вырезать фигурку, повернуть ее на 90 градусов. Сейчас игрушка. Ну, вообще таких игрушек существует много. Я просто на первых своих занятиях вот эту всем показываю, потом будет другая. Ежик в клетке. Задание очень простое. Не прикладывая никаких усилий, высвободить деревянную фигурку и все это клетки. Так, только еще раз. Усилий никаких на них прикладывая. Это склеение из дерева, поэтому сломать это очень легко. Но, на самом деле, вынимается совсем просто. Ну, без всяких усилий. То есть, вы можете представить, меня не звоните, особенно вам? Так, работаем, работаем. Один человек играет, а все остальные работают. Зачем не играть? Вообще-то, куча людей. То есть, господа, на будущее так нельзя делать. Понимаете? Потому что ваши родители ради престижа, извините, срывают занятия. Это нечестно. Сюда надо ездить не за престижу, не за тестирование, а за знание. Все вот эти ваши гонки, занять первое место на Олимпиаде, занять второе место на Олимпиаде. Я первый мальчик в Москве, я второй мальчик в Москве. Вот так вот вы из штанов выпрыгиваете, ваши родители гонятся за местами, 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 а жизнь проходит. И в результате все вот эти победители Олимпиад в юном возрасте, потом оказывается, что ничему не научились. Потому что они все время бежали за какими-то местами. С одного занятия в другое. В одном месте не дослушал, надо уже бежать на следующее, на следующее, на следующее. И в результате человек нигде не успевает задуматься. Он все время бежит за какой-то грамотой. Кривизм рано или поздно на себя ключит. А? Ты решил? Не решил. Маме я... Следующий вопрос. Получили. Да, решила? Я тоже. Решила? Скажите. Бежит, но он должен не выпустить. Почему он должен лезть под пальцы, а вам было трудно так встать? Ребята, удивительная вещь вообще. Это все на самом деле из одного источника. Вот сейчас есть огромное количество пустых аудиторий в институте, а мы с вами идем здесь просто. Вот сейчас вот три человека сидели, одному надо было выйти. Они не могли подняться. Потому что им лень. Это же ему надо выйти. Господа, вот когда не замечали, что в метро часто поезд приезжает, людям надо выйти из вагона, а там стоят те, кто хотят войти. И не пропускают. Господа, это на самом деле страшная общественная болезнь. Когда люди полностью потеряли ощущение того, что кроме них есть еще кто-то. Это совершенно ужасная вещь. Потому что вот даже в душке неужели было трудно встать к человеку пропустить? Да, пожалуйста. Мне кажется, надо то же самое скопировать, а потом на правду... Садись. Надо сначала было вырезать, а уже потом сидеть доске. Так, все, я понял. Давайте мы договоримся, что... Нет, 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 нет. Давайте мы договоримся, что эта задача явно остается надом. Потому что совершенно понятно, ничего похожего. За рекомендацию с камендашом. Просто все, что вы мне приносите, это, к сожалению, очень-очень такая... Понимаете, вы никак не можете понять, что попытка повторить весь контур приводит к появлению нового. И когда вы вырезаете... Вообще, все.